Прямая линия с Дарьей Высоцкой Всем доброго времени суток. С вами я, Дарья Высоцкая. И в сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о солнечной, яркой девушке, звезде российского шоу-бизнеса, певице Вере Брежневой. Я сразу хочу такую небольшую оговорочку сделать, потому что, когда я публикую интервью с кем-то из знаменитых людей, задаем вопросы по их карте Бадзе, вот то, что я делаю в проекте «Звезды для звезд», в своем небольшом, маленьком. То, что происходит, когда я пишу подкаст о ком-либо. Я понимаю, что есть у нас у всех, наверняка, я не исключение, и свои поклонники, и свои хейтеры, но когда я рассказываю что-то о человеке знаменитом, то, конечно, я ориентируюсь на то большое хорошее, что он несет в массы, и то большое, что он может сделать и дать всем нам. То есть все мы хотим видеть друг в друге только хорошее, большей частью и в себе в особенности. Но в каждом из нас есть какие-то недостатки не очень хорошие, маленькие вещи, не очень приятные. Но мы всегда концентрироваться стараемся на чем-то большом и светлом. Поэтому сразу оговорка. У каждого может быть свое личное отношение к любой звезде, свое субъективное мнение, но мы ориентируемся на то, что человек добился определенных высот. Так или иначе, неважно, каким путем, это ваше субъективное мнение. То есть кто-то считает, что кто-то чего-то добился с помощью таланта, кто-то считает, что не только таланту, но и наглости. Я сейчас не к героине своего подкаста это все отношу, а в целом. То есть у каждого из вас может субъективное быть мнение и свое отношение к каждой звезде, к каждому певцу, актеру, режиссеру и так далее. Но я ориентируюсь на то большое объективное, что есть на самом деле. То есть чего человек добился, какое он занимает положение, статус, каких он успехов добился в своей карьере, в жизни, и как к нему относятся большинство людей. И не именно его фанаты, а в целом большинство. То есть все равно человек, если он знаменитый или творчески реализованный, то наверняка он что-то сделал для этого и прошел определенный путь. Не только творческий, но и вообще путь. Поэтому я бы хотела сразу такую оговорочку сделать, поскольку вижу, что бывают комментарии сугубо таких хейтеров и сугубо личные, с личным отношением. Давайте не будем переходить на личное и будем ко всем относиться лояльно и объективно. Вот такое небольшое вступление. Итак, сегодняшняя героиня это Вера Брежнева. Я считаю, что Вера, конечно, это такой огромный луч позитива. И ее персона, она всегда, кто бы как опять-таки не относился, она всегда привлекает внимание своим творчеством, своей яркостью, своей живостью, своим оптимизмом по жизни. И действительно, если посмотреть с ней интервью, посмотреть записи, то есть это человек позитив. Это человек такой вот лучик. Мне было интересно посмотреть ее карту, потому что чем-то она мне напоминает всегда западных актрис наподобие Бриджит Бордо. То есть вот у нее что-то есть в ее внешности, в ее образе, вообще в ее энергетике не совсем наше. Ну вот у меня такие всегда были ощущения. То есть вроде бы она наша, да? Ну, она украинка по происхождению, но она российская звезда в том числе, не только украинская. Но что-то в ней есть вот такое немножечко большее. Я всегда это чувствовала. И в очередной раз, когда мне стало интересно посмотреть карту, я открыла, построила карту. И сейчас о своих наблюдениях и некоторых выводах, да, о ее персоне с точки зрения карты Бадзе Веры Брежнева я бы хотела с вами поделиться. Ну, для тех, кто не в курсе, я напомню, кто такая Вера Брежнева. Это Вера Викторовна Киперман. Галушка ее урожденная фамилия, да, вот девичья фамилия. Более известна она под псевдонимом именно Вера Брежнева. Родилась она 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске на Украине, да, СССР. Украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы Виагра. Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ-спида программы ЮНЕЙТ. Конечно, очень-очень Вера запоминается многим и ярко себя в особенности проявляет не только на сцене, в клипах, да, в съемках, фото, но и ее манера себя вести, вообще манера поведения, когда она ведет какие-то передачи, как ведущая. То есть мне нравится она как ведущая. И что интересно, мы можем посмотреть по карте. Конечно, меня интересовало, откуда такой успех. Всех это всегда интересует. Казалось бы, обычная девочка из простой семьи, причем семья многодетная. Они не сказать, что очень богато жили. Жили не очень богато. Сейчас можно найти и видео, и фото. Также в передаче Малахова были видео с ее выпускного. То есть даже там не было возможности как-то шикарно одеться на выпускной в школе. То есть девочка из достаточно скромной семьи, я бы сказала, даже более. И у нее есть еще и три сестры. Старшая и две младшие двойняшки. То есть обычная школа. Человек закончил обыкновенную среднюю школу. Увлекалась спортом, гандбол, баскетбол, карате, художественная гимнастика. Занималась с репетиторами иностранными языками. Мечтала о поступлении на юрфак. Однако закончила заочное отделение Института инженеров ЖД транспорта по специальности экономист. И вот звездный час для Веры Бережневой, конечно же, наступил, когда она попала в Виагру. То есть это, соответственно, был... Солисткой она была Виагра с 2003 по 2007 год. И во многом ее слава, ее восход такой, как звезды, как солнце, состоялся именно в группе Виагра, в этом коллективе. Звездная была композиция «Попытка номер пять». Затем там было достаточно много хороших песен, которые до сих пор многими любимы и несут такой позитивный хороший заряд. Что же у нас по поводу карты Бадзевира? То есть что такого необычного мы можем увидеть в карте? Я на самом деле вижу, что карта в некотором роде золотая, если можно так выразиться. Почему у человека такая популярность, и она смогла из обычной жизни, из рядовой обычной девушки, девочки, стать такой знаменитой, такой, ну в некотором роде, влиятельной персоной нашего российского шоу-бизнеса, вообще в целом этой индустрии. То есть человек добился успеха и занял весомое такое положение среди остальных звезд. В чем нюанс? Итак, Вера родилась в день иньского огня, в день огня-дин, и иньский огонь у нас сидит на змее. То есть ее столб личности, ее элемент личности – это динсы, огненная змея. Вообще у нас также есть большое количество людей, рожденных в день иньского огня, которые являются людьми творческими, часто это люди искусства. То есть функция иньского огня, по сути, это пламя свечи, образ Бадзи, да, это пламя костра, это мерцающая звезда красивая. Согревать, освещать, да, помогать людям, то есть это символ некой вот культуры, просвещенности и того, что люди тянутся к этой свече, к этому костру, чтобы согреться. Вот у Веры как раз-таки иньский огонь на змее – сам ее элемент личности, что примечательно, точно в такой же день был рожден Владимир Высоцкий. Это иньский огонь на змее – динсы. Также у нас ряд знаменитостей нашей эстрады российской и нашего шоу-бизнеса, да, и зарубежного – это люди иньского огня, среди которых Наташа Королева, Валерия, певица Валерия, Дмитрий Хворостовский, Галина Вишневская – это тоже люди иньского огня, Владимир Высоцкий, да, которого я уже перечислила. В частности, среди зарубежных звезд – это, конечно же, Роберт Де Ниро, очень такая тоже интересная персона. Ну вот те, кого я навскидку могу так перечислить, сразу вспомнить – Барбара Стрейзен, в том числе, это иньский огонь. То есть это люди, как правило, искусства, часто они на сцене, часто это актеры очень хорошие, очень такие творческие, да, либо это певцы, то есть это люди, которые на виду, которые вот мерцают, сверкают, согревают своим теплом. То есть это иньский огонь. Функция его привлекает внимание, по сути. И Вера как раз-таки пришла в такой день в этот мир. Это первое, то, что вот самое простое, навскидку мы можем посмотреть по ее карте, да, и определенные выводы сделать. Что примечательно, динсы, огненная змея, вообще часто это, ну, такой костер, на мой взгляд, даже не огонь, а костер, не просто пламя. И динсы, сам по себе столб, это есть просто одно из определений почтовых лошадей, то есть это не родная, но это почтовая лошадь, динсы, само сочетание. То есть часто мы называем эту лошадь лошадью в императорском расцвете, то есть это столб успеха. Кстати, Анна Самохина тоже динсы, в том числе, достаточно красивая наша русская актриса. Очень жаль, что она ушла достаточно рано, но тоже очень успешная, красивая женщина. То есть динсы вообще это, знаете, иньский огонь и змея, то есть это образ очень красивой женщины. У этой женщины может быть великолепная фигура, то есть представьте красивую змею, шикарную, вот такую королевскую кобру, которая развивается. То есть если посмотреть даже какие-то клипы Веры Брежневой, там тоже «Любовь спасет мир», да, я вижу пароль, я вижу ориентир. Там, где она в купальнике только-только после рождения второй дочери, то есть человек родил ребенка, 4 месяца ребенку исполнилось, она сбросила вес, привела в себе форму и в купальнике записывает клип, который дает огромный успех. То есть вот такой прорыв у них был, этот клип очень многим запомнился, до сих пор эта песня у многих. Ну она, в принципе, я считаю, гимн позитивных людей, кто бы как ни относился к Вере. Вот, и вот это вот тело, да, как она извивается, вот эти вот движения, то есть это вот реально дзинсы. Вот такая вот иньский огонь на змее, красивая, вот красивая женщина по-другому. Ну и близко всему это еще не родная почтовая лошадь, но которая дает успех. То есть дзинсы это часто успех, это успешность. И у нее как раз-таки день дзинсы. Кроме всего прочего, что примечательно в карте, чем же настолько у нас карта является особенной, да, почему же она такая вот успешная? Как же так? Как так получилось? Как так произошло? Многие люди не навмивают, не понимают, но есть некая предопределенность, да, всему. Во-первых, еще раз я всегда это часто проговариваю, сфера деятельности 100% выбрана в полезном элементе у этого человека. То, что она пошла учиться на экономиста, тоже, в принципе, предопределено в некотором роде карты, потому что у нее в карте много металла. Она родилась в год инского металла на петухе, в месяц инского металла на быке, в день огненной змеи, но в карте достаточно сильный металл, металл преобладает, я бы так сказала. То есть и часто очень люди, в частности люди огня, у кого в карте сильный металл, они могут выбирать образование, связанное с чем-то вот таким более системным, упорядоченным. Например, это могут быть программисты, это могут быть экономисты, финансисты. То есть металл – это считать денежки, скажем так, тем более петух и бык, и змея, вот это все в сочетании, это дает такой ум, скажем так, практичного очень человека, очень четко, твердо стоящего на ногах, умеющего правильно все посчитать и учесть. Но учитывая то, как вера распоряжается, скажем так, теми благами, что ей дали высшие силы с точки зрения ее тела, ее физической формы, то это действительно человек, который может себя очень хорошо и четко организовать. У нее в карте сильный металл, который дает ей способность себя правильно выстроить и организовать. Я почитала, как она даже питается, да, то есть там все четко, все по полочкам. Вечером я не ем, я ем, у меня ужин обязательно до 8 часов вечера, ну вот это цитата из статьи, из интервью. Поужинать я должна всегда до 8, если я ужинаю после 8, это редкое исключение, это не правило. И я ужинаю белками, углеводами и только овощами белого либо зеленого цвета. Почему я не ем овощи, допустим, красного, оранжевого цвета, желтого, потому что в них много сахара и они задерживают воду. То есть у человека все очень четко, обратите внимание, подход ко всему не эмоциональный, как, допустим, это могло бы быть свойственно у человека огня. Пух, пах, да, эмоции, я вот взбалмошность какая-то, я решила. У нее все очень четко, потому что у нее в карте сильный металл. И человек во многом обязан, скажем так, ну, если можно так выразиться, своему успеху за счет того, что у нее в карте сильный металл. Ей это дает системность. Она молодец, то есть у нее все действительно выстроено вот по этой части. Хотя одновременно это творческий человек и это красивое тело, это красивая женщина. Но в чем особенность? Почему же человек с таким сильным металлом в карте? Те люди, кто классически изучает Бадзи, сейчас зададутся вопросом, как же она могла добиться такого успеха, если у нее перевес в сторону металла. На мой взгляд, сфера деятельности, мы не знаем часа Веры Брежневой, да, часа рождения, но те такты, по которым она сейчас идет, те периоды удачи, они у нее с элементами огня. Это огонь, это теплая сторона, это огонь, это змея, затем будет лошадь, это коза, до этого был дракон, то есть у нее сторона дерева и огня. На мой взгляд, все-таки карта будет у нас слабой, и поскольку она идет по теплой стороне удачи, карта балансируется и полностью полезен элемент огня. То есть, опять-таки, обратите внимание, так же, как у Анастасии Явлеевой, сфера деятельности выбрана идеально в полезном элементе, в элементе огня. Ей огонь благоприятен в данном случае очень-очень. То есть это ее самый благоприятный элемент. Огонь – это шоу-бизнес, это сцена, это творчество, это быть на виду, это сверкать, это вот быть где-то в людях, да, скажем так. И вот этот инский металл, который в карте есть, инский металл – это вообще что-то такое красивое всегда у нас, да, то есть это какие-то драгоценности. Мне сразу вспомнился клип «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Вот карта Веры Брижневой – это демонстрация этого клипа, по сути, с точки зрения МОДЗ. То есть у нас вот карту открываешь, вот такие вот драгоценности, подсвеченные инским огнем. Вот с пламя свечей вокруг бриллианты лежат. То есть это вот два инских металла. То есть у нее реально красивая карта, но я еще не все вам рассказала. Тут еще есть особенности и фишки. То есть, во-первых, у нее вот эти вот бриллианты, да, то есть это красивая женщина. Два инских металла в небе плюс инский огонь, да, как я уже обозначила. Помимо того, что ей это дает организованная системность, планировать она должна все очень хорошо уметь. То есть это мозги такого, ну, хорошего менеджера, топ-менеджера мужчины, скорее. Но одновременно это красивое тело, это творческая личность, потому что она инский огонь, так или иначе. Вот такой вот, как говорится, парадокс, который ей дает большое преимущество. Можно так выразиться. Но если мы берем немножечко глубже, открываем карту, то мы видим то, что у Веры в карте будет полная комбинация трех гармоний в металл. Те люди, кто изучают Бадзе, те, кто не изучают, как говорится, велкам, приглашают. На самом деле очень полезная информация, которая в жизни может очень помочь, даже на элементарном простом уровне, обывательском. Комбинация трех гармоний – это комбинация в металл. У Веры есть в карте петух, есть в карте бык и змея. Это комбинация трех в металл. То есть все эти знаки содержат в себе элемент металла, и когда они объединяются вместе, они вот именно консервируют, усиливают этот элемент металла. Они еще больше его усиливают и видообразуют, видоизменяют. То есть у нас образуется металл. Таким образом, у нее в карте полная комбинация трех в элемент металла, что дает ей преимущество. Какие люди с комбинацией такой в карте, они особые? То есть у нее есть особость, особенность, я бы так сказала. То есть часто люди, у кого есть такая комбинация трех. То есть она объединяет в себе три знака одной комбинации, комбинации в металл. Это люди, которые способны починить себе фактически весь мир, покорить весь мир. Своей харизмой, я не знаю, своими мозгами. То есть это может касаться не только шоу-бизнеса или актерского мастерства. Кстати, Вера еще и актриса, она снималась очень успешно, очень неплохо. Она играет в кино, она снималась в фильмах. Помимо всего прочего, это то, что человек способен подчинить, покорить большое количество людей себе. То есть она объединить может многих. То есть эта карта объединяет многих. Поэтому такой успех, поэтому такое внимание публики, поэтому она любима, поэтому такой взлет. То есть это не случайно. А кроме всего прочего, если мы анализируем глубже, то часто очень такие люди, они могут объединять всю семью. То есть им свойственна некая династийность. То есть они могут быть во главе династии, во главе семьи. То есть глядя на то, как происходит это в жизни у Веры, я согласна с этим. Потому что, по сути, она такое ядро, центр. У нее есть мама, то есть они все очень близко, очень близко общаются. У нее есть две сестры. То есть все поддерживают очень хорошее взаимоотношение. Плюс две дочери. И она как будто бы центр этого ядра, этой семьи. То есть вот часто такие люди, они способны вести за собой. То есть их любят. И они могут быть как бы над всеми. То есть они подчиняют себе многих. Я так могу выразиться. То есть у нее есть это в карте. Она с этим пришла. То есть, по сути, многие будут ее любить, почитать. Потому что такая у нее карта. Такая у нее комбинация трех в карте. Почему нужно желательно выбирать дату рождения ребеночка? Потому что эти вещи можно высчитать. И если высчитать ребенка с такой даты, у него есть больше шансов на некие успехи в жизни. На то, что его больше люди будут любить и уважать, почитать. Вот у нее есть такая особенность в карте. Кроме всего прочего, кто бы как субъективно не относился к вокальным данным Веры. Но некая харизма. Слух, во-первых, у нее есть хороший. Потому что инский металл выходит в небо. Это слух. И способность петь, в принципе, способность к певческой карьере, она также заложена в карту. Поскольку инский металл, открытый выход металла в небо, два столпа. Это то, что человек способен, в принципе, добиться успеха, занимаясь музыкой. Это может быть музыкальная карьера, так или иначе. То есть, к этому есть предрасположенность. Это в карту встроено. Опять-таки, это инские металлы, такие красивые. Бриллианты. Бриллианты драгоценностей. Колье или серьги. Которые в карте у нее присутствуют. То есть, у нее вот действительно карта характеристика песни «Лучшие друзья девушки» — это бриллианты. Потому что у нее вот эти бриллианты в карте, они красиво очень так блестят, красиво просматриваются. Кроме всего прочего, Вера Брежнева, конечно же, достаточно талантливый человек. Почему? Потому что в карте есть цветущие балдахины. Нет никакой, по сути, звезды без цветущих балдахинов. Чью бы карту я не разбирала, при подготовке также интервью «Звезды для звезд», как правило, первая звезда, которая у нас в карте просматривается у любой звезды в шоу-бизнесе, у любого актера, у певицы. Как правило, у большинства, конечно же, это цветущий балдахин. И у нее цветущий балдахин в карте присутствует в сезоне. Он сильный. То есть это звезда таланта, элегантный покров или дух эстетики, мы его еще называем. То есть это одаренность, одаренность в сфере искусства. То есть такие люди, как правило, очень одаренные и творческие. Они способны проявить свой талант. Это может быть музыка, это может быть кино, это может быть искусство, режиссура, все что угодно. То есть, как правило, это люди одаренные. Либо это одаренность как ремесленника, это какие-то ремесла могут быть, либо это вот творчество. И у нее в карте, опять-таки, это просматривается. Кроме всего прочего, конечно же, в карте не обошлось без благородного, потому что благородный – это вообще, в принципе, самый сильный дух удачи. Это ангел-хранитель высшие силы, которые нас ведут, помогают, оберегают. И в карте у Веры есть указания на то, что ее высшие силы будут оберегать и защищать. То есть у нее в карте погода идет благородным. Это защита свыше. То есть это помощь высших сил. И она на эту помощь может смело рассчитывать. И, как правило, таким людям в жизни как-то покомфортнее, чем остальным, потому что им помогают. Он помогает, и помогают люди. Встречаются хорошие люди на пути, которые могут помочь в жизни. Встречаются какие-то ситуации, которые дают какие-то возможности. Очень хорошие открываются перспективы, шансы по судьбе и по удаче. Кроме всего прочего, конечно же, есть звезда академика. То есть Вера Брежнева – человек очень грамотный и умный. И я бы даже сказала, это касается не только творчества, организации процесса, но в плане того, как заработать деньги, как правильно что-то организовать даже по этой части, я думаю, что у нее все очень грамотно, как у финансиста. Потому что у нее – это звезда, звезда академика в элементе денег. То есть она способна очень, скажем так, к этому организованно подходить и добиваться хороших результатов по части именно заработка. Ну и, кроме всего прочего, конечно же, это сила ее ума. То есть человек такой очень быстро может обучаться, схватывать информацию быстро. Это касается любой профессии. То есть если она пошла в кино, скорее всего, она очень быстро училась на ходу, и у нее это получалось хорошо. То есть такой человек без определенной какой-то долгой подготовки, долгосрочной, способен добиться успеха, усвоить какую-то информацию, взять какие-то знания, если это необходимо. То есть вот на это указывается звезда академика. Почему ребятишек нужно рожать желательно со звездой академика? Потому что это сила ума. То есть если у вашего ребенка звезда академика, то он уже вряд ли пропадет, потому что он будет умненький. Это очень здоровская штука, потому что она работает. Но вот пример с «Карты и веры» именно такой. Насколько я знаю, в разных шоу также она принимала участие, если я не ошибаюсь, наподобие там танца со звездами. То есть человек способен очень быстро перестроиться и освоить новую профессию, новую деятельность, усвоить новую информацию. Ему это в жизни помогает очень сильно. То есть мы становимся более адаптивными, когда нам нужно усвоить новые знания, новую информацию. Это большой плюс, я считаю, что для любого человека, в принципе. И у веры этот бонус по судьбе, он есть. То есть это также в карте присутствует. Это немаловажно. Кроме всего прочего, есть еще одна хитрая фишка, скажем так, в карте веры. Это то, что бык у нее в карте пустой. Но это уже глубже, если мы изучаем бадзы. То есть тут есть такая тема, как пустые земные ветви. Он в данном случае является пустым. И это дает то, что человек, во-первых, мог уехать далеко с места жительства своего. То есть это отрыв от родителей. То есть там пусто, это могла быть ранняя потеря кого-то из родителей. В частности, это папа. То есть по ее карте просматривается, что папа могла не стать рано. Это первое. Либо прерывается контакт с папой. И второе, что человек может далеко уехать от отчего дома, от родителей. Но по сути, по судьбе это в данном случае проигралось. Это проигралось, потому что там пусто. И она очень рано... Ну, она покинула свою родину. Скажем, прямо. Пустота в данном случае переползает на змею в доме брака и на петуха. Но петух у нас благородный, поэтому пустота не действует. А вот по поводу змеи, да, по сути, дом брака у нас будет являться пустым. Но, как мы видим на практике, да, пустота в доме брака. Просто часто бытует такое мнение в Рунете, что если пустой дом брака, то все, конец. Брака не будет. Ничего подобного, как мы видим на примере с Верой, да, Брежневой. У нее уже сейчас второй официальный брак. И это не помешало тому, чтобы она вышла замуж или стала официальной супругой. Гражданский брак у нее был еще до этого первый. То есть, пожалуйста, пустота не отразилась на этом. Ну, вот по поводу пустых земных ветвей также бытует мнение, правило, что часто люди, у кого есть земные ветви, пустые, их много. В карте Бадзе это тоже одна из фишек ее карты. Они менее привязаны к каким-то кармическим вещам. Скажем так, у них нет каких-то долгов кармических, им все проще. Они как будто бы никому ничего не должны, и у них все проще и легче по жизни получается. То есть, они просто решают свои вопросы в этом воплощении. Часто это знаменитые люди, и у них как-то все мягче, и их ничего не держит, скажем так. Ну, в некотором роде, да, это будет являться ее фишкой, потому что пустота – это то, что помогает парить и не быть привязанным. То есть, ты как будто бы никому ничего действительно не должен в некотором роде. Теперь, по поводу склонности к богатству в ее карте. В ее карте очень красивые деньги. Денег в ее карте очень много. То есть, весь тот металл, что формируется в ее карте и проявлен – это деньги. То есть, всем всегда она будет казаться богатой, шикарной. То есть, что такое косые деньги в карте женщины? Это внешние данные. То есть, как правило, такая женщина имеет хороший вкус, умеет хорошо одеться, умеет хорошо выглядеть. Как правило, это красивая, яркая женщина, которая привлекает внимание. Люди со склонностью к богатству, когда оно проявлено в небе, это люди, которые любят хорошо, красиво жить, хорошо одеваться, хорошо выглядеть. В частности, если это женщина, то такая женщина будет выглядеть хорошо. Плюс ко всему… То есть, это неплохое чувство вкуса в особенности. Плюс ко всему склонность к богатству – это способность зарабатывать деньги, это выгода и это ответственность. То есть, такие люди, они гиперответственные. Они много способны работать, много на себя взваливать, много-много трудиться. Это… Ну, я думаю, что в случае с Верой как раз-таки такой пример, потому что она, скорее всего, ну, судя по биографии, и потому что, я вижу в карте, это очень серьезный трудоголик. Такой конкретный трудоголик, который вряд ли себя жалеет. То есть, это, ну, однозначно трудоголизм. Ну, вот пример с тем, что человек вышел записывать клип, когда ребенку было 4 месяца, в принципе, наверное, очень показательно. То есть, мало кто способен на такую работу над собой, да, на такой подвиг, на то, чтобы идти зарабатывать деньги, делать карьеру, а не наслаждаться материнством. Хотя, как я понимаю, возможности у нее тогда были расслабиться, потому что ребенок был рожден от бизнесмена, и, в принципе, ну, не та ситуация, чтобы быстро идти работать. То есть, просто это указывает на ее качество. То есть, для нее всегда будет важно работать, зарабатывать деньги, продвигаться и пробовать что-то новое. То есть, люди со склонностью к богатству, они редко сидят на месте, редко они расслабляются. То есть, это те люди, которые себя загружают работой и много работают. В частности, это все видят, и это люди яркие. То есть, вот у нее это точно четко в карте просматривается. Это богатая карта, если мы говорим о деньгах. То есть, тут очень много денег, и деньги очень красивые. И самое великое, скажем так, счастье, что у нее есть возможность эти деньги взять по ее периодам удачи. То есть, она их может красиво забрать, деньги. То есть, то, что в карте сейчас, она может спокойно осваивать и брать. Это очень важно, поскольку одно дело, когда деньги есть в карте, а другое дело, можем ли мы их взять и освоить. То есть, тут есть большой такой нюанс, очень важный. То есть, у нее как раз такие периоды, которые позволяют ей эти богатства, ее карты, золото, бриллианты, спокойненько, приспокойненько, красиво очень взять. То, что женщина красивая, и по жизни будет много мужского внимания, и внимание будет всегда, и не только в молодости, но оно будет и далее. Это однозначно. Часто у таких женщин ни один брак, ни один мужчина. Карта очень похожа в этом смысле. Она абсолютно другая, конечно, по элементу личности, но очень похожа по своей концепции с картой Аллы Борисовны Пугачевой. То есть, у них есть сходство именно по концепции карты. И, как мы можем заметить, у Аллы Борисовны тоже было достаточно много отношений, да, было много браков и официальных, и неофициальных. И карта веры очень схожа. То есть, это карта женщины, у которой будет, ну, так по судьбе написано, как говорится, не один мужчина. То есть, как правило, это жена ни одного мужа. Вот такая вот особенность. Карта блестящая, шикарная, роскошная, красивая карта. Действительно, карта очень красивая, очень красивая. И тут такой поток, который мы можем наблюдать. Я желаю Вере Брежневой большой удачи в жизни. Ну, судя по периодам у нее и дальше, все будет очень даже неплохо и прекрасно. Во всяком случае, в рамках этого такта, да, который у нас кончится только в 22-м году. То есть, у нее достаточно красивая и сейчас идет удача. Такт Исы, деревянная змея. А дальше, как говорится, мы уже будем делать выводы и наблюдать. Хотя там сторона огня. И она идет по стороне огня, который благоприятен. Хотя я делаю выводы без часа, опять-таки. Оговорка, ну, это то, что я вижу по удаче, по периодам, по событиям и судьбе жизни. Желаю вам всем всего самого доброго. На самом деле, песни Веры, они заряжают на позитив. И это здорово. Мало кто из исполнителей дарит просто так свое тепло и заряд именно позитива. У нее все песни, они пропозитивные. То есть, я не слышала у нее каких-то грузящих, депрессивных композиций. Это здорово, потому что человек может нести в массы то, чем он является. Часто мы несем то, кто мы есть. Нам сложно обманывать зрителя. Сложно обманывать людей. Люди считывают энергетику. И если это не искренне, оно чувствуется. В данном случае это такой иньский огонь. Такой вот костер, который пытается всех согреть, обогреть. И я, кстати, вспомнила, очень интересное было сравнение о Вере. Высказывался Тимур Родригес. Он сказал, что она ему напоминает какую-то диснеевскую принцессу, которая всегда такая счастливая, красивая, довольная и позитивная. Есть в этом доля правды. Я считаю, что на самом деле то, что она несет, ее песни, они легкие, они позитивные. Доброе утро, допустим, да, та же композиция или близкие люди. Они классные, клипы классные. Я желаю Вере долгих лет позитива, чтобы она долгие годы согревала нас всех. Хороших, позитивных слушателей. Почитателей творчества и всех благ. А нам всем желаю побольше таких красивых карт, чтобы они нам встречались среди наших близких, среди наших деток. Карта очень красивая. Всем вам удачи!